До дня Икс, который определит политический курс Америки на ближайшие 4 года, осталась всего неделя. Риторика кандидатов становится все острее, а выступления все более яркими. И здесь важно все, от интонации до скрытого подтекста в речах претендентов на высший государственный пост. Подробнее о самих кандидатах в президента США в материале Тамерлана Кима. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, самый возрастной участник нынешней президентской кампании, ему 78 лет. В историю он уже вошел как 45-й президент США, а еще он известный и успешный предприниматель и миллиардер. На выборах в 2020-м в борьбе за второй президентский мандат в своей биографии он проиграл Джо Байдену, однако долго отказывался уступать и объявлял себя победителем. В итоге еще до сложения полномочий толпа его сторонников организовала массовый митинг и захватила Капитолий. В прошлом году против Трампа завели 4 уголовных дела, а в июле этого года он пережил покушение во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Главный лозунг его предвыборной кампании, впрочем, как и в 2016-м, когда он только шел на пути к президентству, звучит по-прежнему громогласно. Америка прежде всего. Бывший президент утверждает, что нынешние власти недостаточно активно отстаивают интересы США на политической арене. Республиканец хочет реорганизовать федеральное правительство и сократить программы социальной защиты, увеличить расходы на оборону и ввести пошлины на товары из Китая, а также построить стену на границе с Мексикой. Кандидат от демократической партии, 59-летняя Камала Харрис, имеет чуть более скромный политический бэкграунд. Действующий вице-президент страны и самая высокопоставленная женщина-чиновник в истории США. В прошлом месяце она заменила Джо Байдена после его поражения на теледебатах в Атланте. Свою карьеру начала в 90-х годах прошлого века в качестве помощника окружного прокурора в Окленде. В 2010-м избрана генеральным прокурором Калифорнии. До назначения вторым номером в стране в политику Харрис пришла в 2016-м, выиграв борьбу за пост сенатора от штата Калифорния. За три с половиной года в качестве вице-президента она совершила десятки зарубежных визитов, встретилась с главами больше 150 стран. В Белом доме Харрис курирует вопросы миграции на границе с Мексикой, защиту избирательного права и право на аборты. Ключевые направления ее предвыборной кампании – сокращение детской бедности, поддержка профсоюзов, обеспечение доступного медицинского обслуживания и введение оплачиваемого отпуска по семейным обстоятельствам. Харрис также заявила, что будет работать над строительством доступного жилья и снижением цен на продовольствие. Еще одним из ключевых моментов является сокращение налогов для среднего класса. Тамерлан Ким 24КИЗ